привет всем вы на канале ренаде сегодня смотрим новую распаковку старых украшений их немного но я их очень долго собирала не ездила какое-то время по барахолкам вообще конец года был как у многих наверное из нас насыщена работой но теперь все входит в свою постоянную колею и я надеюсь находок будет больше начну я с чешских брошей их сегодня будет 3 это броши советского периода шестидесятых приблизительно вот эти вот 2 у них одинакового типа кристаллы только разного цвета одна такая светло-желтая интересный цвет никогда мне такой раньше не попадался и синий цветок с двумя оттенками кристаллов один такой цвет морской волны а второй цвет кристалла синий ультрамарин такой кляйн блю может быть похож на этот цвет он не назван цветом года конечно но в коллекциях одежды будет очень много использоваться в этом году вот этот вот яркой синий цвет и третья брошь снежинка я ее показывала как-то в одном из последних видео с примерками прямо в тот день я шла с барахолки как где нашла эту брошь это наборная брошь из бусин цвета aurora borealis виде снежинки очень она такая красивая нашла я ее перед новым годом и такой вот знаете как символ нового года символ зимы очень было в тот день как-то так символично это все в общем то вот три таких очень красивых броши я им очень рада следующее украшение это дамаскин испанский тоже мне часто попадается на барахолках я стараюсь их покупать если конечно броши в хорошем состоянии но не только броши вот такая брошь у меня уже одна есть круглой формы тоже с геометрическим орнаментом восточным но мне более интересен браслет он жесткий и здесь уже более такой растительный орнамент природные с птицами он очень красивый в прекрасном состоянии здесь очень мало потертости вокруг в основном вокруг замка замок здесь это вот такая вот защелка простая цепочка здесь еще ограничительная которая позволяет не потерять браслет вдруг если он расстегнулся то есть еще цепочка такая фиксирующая но она оборвана я попробую ее восстановить она просто здесь одно звено открепилась и нужно его прижать плоскогубцами ну если браслет конечно постоянно раскрывать вот так на полную то она будет рваться то есть здесь нужно просто аккуратно себя вести и посмотрите какой этот браслет маленький я когда его увидела подумала что он какой-то знаете как кукольный на детскую ручку но оказалось что нет а вот у меня запястье примерно 15 сантиметров в окружности и вот этот браслет очень легко надевается то есть он даже еще продвигается немного дальше то есть визуально он кажется маленьким но а так нет сюда можно надевать допустим цепочки какие-то и часы все с таким браслетом будет смотреться очень красиво браслет шикарный следующая еще одна брошь это уже брошь не чешская я честно говоря затрудняюсь ее как-то атрибутировать но такие броши мне часто попадаются вот этого производителя я не знаю не знаю кто их производил мне кажется это эти броши очень похожи на броши марена броши марена производились 80-х годах ну и мне кажется что это тоже такого же периода броши здесь вставки хелиотиса почему-то вот этот сфинкс не знаю какие ассоциации были у дизайнера этих украшений но подобные украшения мне встречались очень часто видимо это рука одного и того же мастера и они очень сильно очень сильно имитируют броши марена очень похоже но клейма на них нет и от броши марены они визуально конечно отличаются но тем не менее это именно эта брошь достаточно красивая это ко мне кажется что возможно она понравится еще кому-то и обретет вторую жизнь сегодня у меня есть еще один кулон кулан кулон клоуазане он вот такой вот двусторонний выпуклый рисунок и здесь одинаковый на обеих сторонах вообще украшения колуазаны они настолько элегантные яркие не знаю мне кажется они всегда будут популярны их можно комбинировать с любыми другими украшениями подвесить на цепочку уносить с бусами из натуральных камней например вот из-за метистов если взять такие вот такую ниточку бусы еще какую-то цепочку тонкую цепочку на которой подвесить этот кулон я как-нибудь в каком-нибудь видео сниму такую идею и покажу вам на видео как это все легко комбинировать такие милые вещицы можно не боясь брать покупать и она не останется без дела так скажем всегда и можно найти применение следующее у меня есть находка вот такие клипсы чудесные чешские клипсы и в это это видео знаете в котором есть находки перекликающиеся скажем так с моими находками прежних лет я сейчас вам покажу что что я имею ввиду клипсы очень красивые наверное это 50-60 года но вот такие вот камеи стеклянные мне встречались и раньше они часто использовались в более ранних украшениях здесь в этих клипсах есть одна утраченная жемчужина вот здесь вот то есть наверху три жемчужинки маленькие и одно не хватает но я в клей у меня есть у меня есть другие украшения которые я держу для переделок то есть знаете так как одни украшения служат для восстановления других украшений иногда бывает так что какие-то украшения уже не восстановите я не такого вида что уже покрытие утрачено и что такое в общем восстанавливать их нет никакого смысла и они служат наоборот служит запчастями для украшений которых еще можно восстановить ну а что я имею ввиду под находками предыдущих годов а вот посмотрите у меня есть моей личной коллекции вот такая брошка маленькая малюсенькая и эти клипсы абсолютно абсолютно с той же самой камней и это комплект получился клипсы с этой брошкой выглядит это знаете просто чудесно я когда увидела эти клипсы на барахолке я подумала что это судьба что они меня ждали этот продавец вот я и этот продавец встретились как такая судьбоносная встреча была общем эту брошь я нашла уже давно может быть года два назад а клипсы нашла только вот сейчас я их восстановлю и конечно же буду носить покажу вам как это выглядит как это будет выглядеть нам не оставлю здесь эту брошь и клипсы еще одна находка с таким же с такой же историей можно сказать посмотрите я думала что это брошь она очень похожа на серебряную и здесь вставки из гранатового стекла эти вставки не черные они такие темно-бордовые но это оказался дресс-клип у него есть такая маленькая защелка я не знаю это очень похоже конечно и на чешские украшения но нашла ему в австрии это дресс-клип он совершенно элегантнейший просто чудесный и снова эта находка перекликается с одной из моих находок в прошлом году это вот эти маленькие клипсы тоже из гранатового они с гранатовым стеклом единственное что у них вот видите поврежден замочек защелка но я еще здесь нужно немного ее отогнуть посмотреть я еще это не делала но посмотрите как это все великолепно смотрится вместе это когда я нахожу вот такие вот условно говоря комплекты я с ними не могу расстаться даже если мне эта вещь не нужна но расстаться мне с ними очень тяжело когда вещи подходят друг другу и они вот так вот встречаются мне в разное время мне кажется что это какой-то вот как я и говорила знак судьбы я вижу в этом что-то такое сверхъестественное знаете как энергии которые притягиваются друг другу вот в общем очень красивый вот такие вот комплекты сложились ну и чтобы не разрушать вот эту вот идиллию комплектов еще 3 находка вы наверно будете смеяться это снова стеклянное кольцо посмотрите насколько она просто безумно красивая это муранское стекло конечно же потрясающее кольцо она вот такое вот видите высокая и внутри опять же мы видим ультрамариновые переливы с золотыми с голубыми с такими медно золочеными в общем очень красивое кольцо и нет это не второе кольцо которое я нашла такое же и не подходящее в комплект но у меня есть кольцо вот такое которое я нашла тоже в прошлом году не показывала в одной из своих распаковок и эти кольца как будто бы из одной мастерской видите как они похожи это как будто бы дело рук одного мастера ну или мастерской которая специализируется именно на вот таких вот моментах я часто показываю стекла из муран вы кольца из муранского стекла и вот эти два кольца они настолько сложные и отличающиеся от тех которые у меня есть других они совершенно совершенно другие у меня сначала было одно кольцо стеклянное такое очень крупное которое мне очень понравилось не знаете она также я выставила свой магазин расскажу вам эту историю и его очень быстро заметили купили я очень пожалела что я его продала и извинилась перед человеком вернула деньги и оставила это кольцо себе вот такая вот у меня была история в общем я отвлеклась что я хотела сказать вот после того как я нашла вот это кольцо я решила что пожалуй кольца из муранского стекла станут тоже экспонатами в моей коллекции ну и последние три предмета которые я поход покажу это уже не украшения это флакон для духов с вышивкой petit point это микро вышивка крестиком эти флакончики выпускались в австрии может быть они сейчас выпускаются не знаю я это все еще показываю вам это все не чистила не мыло тут внутри видно что он грязный но посмотрите насколько он миниатюрный это крошечный просто крошечный малюсенький флакончик такие мне еще никогда не попадались маленькие я не знаю пользуются ими кто-то по назначению или нет но коллекционирует очень часто и флаконы я всегда красивые обязательно нахожу обязательно они есть у меня в коллекции и в моем магазине и вот хочу вам показать один из таких флаконов которые вот буквально новый я нашла когда-то он уже побольше на нем даже есть этикетка и у него есть воронка вот эта воронка уже конечно же позволяет использовать флакончики по назначению вот так вот вы можете набрызгать сюда свой любимый парфюм и очень элегантно из сумочки вот так достать флакончик надушиться освежить свой аромат в течение дня мне кажется это прекрасная идея такая очень элегантная вот посмотрим смотрите сюда это тоже подходит это воронка то есть ну такие вороночки вот только один раз мне такой вариант попался я увидела как использовать эти флаконы то есть их реально использовать по назначению достаточно где-то найти вот одну такую вороночку свою коллекцию и тогда все ваши флаконы будут служить вам еще долго еще один флакон уже абсолютно другой такие флаконы привозят обычно из греции они напоминают по своей форме древнегреческие амфоры это флакон керамические продается мне кажется он уже с духами потому что тут видно что духи были и в моей коллекции есть такие флаконы я решила все-таки показать вам два флакона из своей коллекции тоже вот грей греческие флаконы я их показывала в предыдущих распаковках конечно же вот здесь явно были сухие духи видите целый такой вот бочоночек здесь открывается палочка тут мотив на самом флакончике и на на верхней крышечке повторяющийся то есть это одно и то тоже только разного размера вот и даже видите на вот этом флаконе на втором такой же самый рисунок на этом флаконе рисунок уже немного другой очень интересные красивые вещицы ну и последняя вещь которую сегодня покажу это маленькая таблетница вы знаете наверное что я с таблетнице тоже коллекционирую ну и конечно же и для своего магазина я тоже что-то выставляю на продажу для своего магазина тоже их покупаю вот такая интересная таблетница она похоже как-то похоже тоже на рисунок дамаскин но это это конечно не он ну таблетничка очень милая не знаю тут много не ничего о нем они не расскажешь в общем-то красивая просто таблетница показывать свои таблетницы уже я не буду приносить сюда у меня есть видео в котором я показывала коллекцию таблетницы маленьких шкатулочек ну а на сегодня это все я надеюсь мое видео вам понравилось как понравились эти все находки подписывайтесь на канал всем пока до до встречи в следующем видео